Время обострения Время приходили новые люди со старыми вопросами и глубоко укоренившимися мифами. Многие считают, что дамасская сталь – самая лучшая в мире, и за сотни лет наука не смогла ничего изобрести в области сталеварения. А были и наоборот – прогрессивно мыслящие технократы, которые держали в руках ртутный нож и даже старые царские шашки со сверловкой внутри и ртутью для усиления удара. Как-никак люди с высшим образованием и градусник в руках, наверное, же держали и прекрасно видели, как благодаря высокому поверхностному натяжению ртут переливается в нем. Я даже видел одного металлурга, который утверждал, что имеет 30-летний опыт работы, и он уверял меня, что невозможно изготовить сталь 95К18. Ну никак. Так. Встречались мне и члены секты длинных ножей, считающих, что коротким ножом в 9 см нельзя ничего порезать. И тех, кто проверял качество заточки с помощью рубки гвоздей. А еще есть люди, верующие в возможность отмены законов физики для отдельно взятого ножа, который никогда не затопится, что ему не делать. Одним словом, хочется видеть в людях логику и здравый смысл, а не вот это вот все. Сегодня 1 апреля, и в этот прекрасный день хочу от всей души поздравить с профессиональным праздником. Всех тех, кто хочет купить ртутный нож, тех, кто видел настолько острый нож, что никогда он не затупится, тех, кому нужно нарубить достаточно гвоздей до начала зимы, тех, кто варит на кухне булат, но у него что-то не получается, но вот-вот обязательно получится. Список можно продолжать бесконечно. Без вас моя работа превратилась бы в обыденность. Если вам хочется узнать больше о ножах, материалах и о процессе изготовления, ставьте лайки, пишите комментарии. Будет интерес от вас, будут новые ролики от меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!